Ну и что, получается, что мы заблудились? Так, Таня, подожди, паниковать, не заблудились мы, навигатор нас правильно ведет. Все, сейчас придем уже. Доброе утро, друзья, меня зовут Татьяна Рябова, это Андрей Грибов и новый проект программы «Утро на Енисеи» на все четыре стороны. Мы с Таней отправились на восток Красноярского края, чтобы показать, как можно у нас отдохнуть. Но есть одно но. Один из нас будет отдыхать, как король, гостиницы, кафешки и хлеб, соль, а другой, как настоящий турист, палатка, костер, ну и все прилегающие дела. Итак, мы едем на восток и наше первое направление – это Уяр и близлежащие районы. Дорога из Красноярска до Уяра занимает два часа, если точнее 110 километров. Город Угленистого Яра был основан в 1760 году, по другим данным, в 1734. Он служил как почтовая станция для сообщения сибирских городов с Санкт-Петербургом. Уяр – город маленький. Ну что, добрались до Уяра? Добрались. Что теперь? Надо решать, кто будет ночевать в гостинице, кто в палатке. Давай на камень, ножницы, бумага. Готово? Да. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Все, Танюха. Я тебе гордо вручаю вот эту палаточку, если не найдешь себе ночлег. Давай, ищи развлечения, ищи где переночевать. Если что, это твоя сегодняшняя подруга. Пошла искать, пока. А я далеко не буду из Уяра уходить, потому что прямо здесь есть крутая достопримечательность, про которую сейчас расскажу. Первое, что мы решили вам показать – это водонапорная башня в Уяре. Она не просто башня, а это культурное наследие регионального значения. И теперь за этим зданием очень внимательно следят. Его, кстати, даже отреконструировали в 2015 году. По открытым источникам башня была построена в 1912, но на ней написано, что вообще водонапорная башня – 1900 года. Башня уже больше ста лет. И закрыта. И внутрь не попасть. Вряд ли нам, похоже, кто-то здесь откроет. Так что будем любоваться снаружи. А жаль. Наверняка, с неба получился хороший музей. В какой-то степени башня даже стала известнее, чем город. И является его визитной карточкой. Подобные конструкции башни можно увидеть в Иландском, Зиме, Тулуне, Тайшете, но известнее туристам. Все-таки Уярская. Ну а мне захотелось чего-то душевного и бюджетного. Поеду в деревню Воронина, что в 30 минутах от Уяра. Говорят, там живут очень добрые люди. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады вас принимать в нашей деревне Воронина. Мы очень рады гостям. Попробуйте вот наше молоко парное. И вареники с рыжиковым маслом, которые мы собираем с нашего поля. Спасибо. А мы вам сейчас споем песню. Июльские ночи, как вы хороши. Ни сна, ни покоя, смятенья души. Душа деревни Воронина – вокальная группа «Ивушки». Коллективу в этом году исполняется 19 лет. Группа семейная. В ней поют несколько поколений. Артистки сами шьют костюмы. А деревенский клуб, в котором они устраивают концерты, лучший в крае. Иду и гадаю, любишь ли ты? Иду и гадаю, любишь ли ты? Что делать не знаю. Ромашки и цветы. В деревне Воронина сейчас живут около 150 человек. У людей здесь золотые руки. Женщины делают сметанку, брынзу. А вот вареники с рыжиковым маслом. Оно к грибам не имеет никакого отношения. Рыжики – это семена растения, которые во всем Красноярском крае выращивают только здесь. Это местная диковинка с пряным ароматом. А вокруг деревеньки леса полные грибов. Теплая речка, чтобы искупнуться. Эх, хорошо! У нас какой воздух прекрасный. Таня, вы посмотрите, как у нас хорошо. Какое у нас небо чистое, голубое. У нас видно небо. У нас вообще хорошо. Приезжайте все к нам. У Яри был я недолго. Посмотрел водонапорную башню и, в принципе, все. У Яра уехал. Здесь Кастанюха не знаю, где она будет проводить свой вечер. Тоже не в курсе. Но, по крайней мере, я знаю, что проведу его в хорошей компании и даже чуточку экстремально. Потому что приехал на пасеку к Владимиру Кирилловичу. Медведеву. И, судя по моим шортам, я уеду отсюда покусанный. Погнали. Владимир Кириллович, добрый вечер. Владимир Кириллович занимается пчелами с 1996 года и уже сделал себе имя в кругах любителей меда. Несмотря на то, что я приехал поздно и пчелы уже собирались спать, он согласился потревожить пару ульев, чтобы показать своих красавиц. Я вот только хотел спросить, а как вообще научиться не бояться пчел? Ну, бояться-то их не надо. Вот когда человек боится, ученые доказали, что вырабатывается феромон страха. То есть, как он себя проявляет, и они на него реагируют и начинают жалить. А когда ты ходишь просто так и не боишься их, то они тебя и не жалят. Советы опытного пасечника меня успокоили. И, как итог, ни одного укуса. Мы решили не отвлекать пчел и пойти попить чай. Естественно, с медом. И тут мне стало интересно, с чего надо начать, чтобы стать пасечником? Надо начинать с малого, с двух стрихулев. И, ну, если даже поучиться самому, почитать какую-то литературу, а потом нарабатывать опыт. Мы допиваем чай и едем дальше. Искать ночлег. Ну, теперь пора переночевать. Я думал, что смогу остановиться в городе Бородино. Потому что он не так далеко находился от пасечника, у которого я гостил. Но, к сожалению, в Бородино нет гостиниц. Поэтому пришлось остановиться в мотеле на дороге. Ничего. Надеюсь, здесь. Я высплюсь хорошо, потому что меня ждет хорошая двуместная кровать. А Танюху, наверное, палатка. Или где она там сейчас? Я не знаю. Да какая разница. Теперь почти забытая гитарами. За время знакомства я поняла. Люди в деревне с открытой душой и добрым сердцем. И нам, городским, есть чему у них поучиться. Остану-ка я тут, пожалуй, ночевать в местном клубе. Ой, ну какая у вас здесь благодать. Какой воздух. Какое все вкусное, натуральное. Все, остаюсь у вас здесь жить в деревне Воронина. Оставайся, Танечка. Смотрите завтра в новой серии проекта «На все четыре стороны». Этот храм Сергея Радонежского – настоящая достопримечательность в городе Бородино. Главную достопримечательность нашел я. Ой, какие поросяточки. Я в Канске. Ой, ты мой, мой мужик, музыка такая. Я в Канске. Ну, на все четыре стороны. Субтитры подогнал «Симон»